Ой, друзья, сейчас, наверное, пойдем с вами, сделаем какой-нибудь продуктовый магазин в Махмутлари. Почему? Да, ничего на превьюшке будет написано, но мы не скажем. Не скажем, да. Все, что на превьюшке написано, это все не то. Что ж так нажрался? Мы сейчас уже идем в магазин, уже будем говорить о магазине, поэтому забыли. Сейчас растрясем все. Вечерний Махмутлар, солнышко село, так хорошо. Сегодня была просто адская жара. Завтра сделаем три по пляжам. Друзья, кто хочет? Все хочет. Кто хочет, пишите. Я думаю, что все захотят посмотреть, да. Сделаем как бы рейтинг пляжей, сделаем с закупашками, с промеряшками, с пролетиками. С температурным режимом, и может быть, если мне купят масочку какую-нибудь, я может быть, что... А, но не покажу. Подводное плавание может сделать. А может, телефончик замотаем в пакетах? Ну, давайте только не мою камеру. Давайте не мою. Жертвуйте. Твой телефон уже скоро будет не нужен, поэтому можешь свой заматывать. Телефоны блокируют. Я одного хотел просто посмотреть, чтобы дать четкую рекомендацию, дать заходить. Вот они, Титаники, видите? Продаются. Самовары, если не поняла. Настоящий. Настоящий турецкий самовар. Дюмоходите, видишь? Но уже все бедное под солнцем. Просто поплавилось, честное слово. Не ржавейка, если ничего не будет. Не знаю. Так, ну что, пойдем. Сейчас мы решим, куда мы пойдем. Так, друзья, сейчас попытаемся вам... сделать обзор Мигроса, который находится на улице Барбароса в Махмутларе. Будем партизанить, не будем партизанить. Посмотрим, как будут реагировать продавцы, потому что они категорически запрещают там все снимать. Не надо, не надо, зачем? Будут кусать. Ну, если у них такая политика, они, может быть... Лопа политика. Ну, Сережа. Ладно, давайте заходим. Общенная место. Потихоньку. Здесь очень во многих магазинах. Я только с памятью. Может, я хочу запомнить эти цены? А не могу. Да? Я не могу даже запомнить ни номера, ни цены, ничего. Слушай, возьми корзинку на всякий случай. Так, заходим. Большой Мигрос. Мигрос. Сразу. Авокадо 12,90. Так, идем. Конфетки турецкие 44,30. 9, это что, за одну или за 100 грамм? А, 90. Ну, вот видите, да? Я увидела 9. Там он 119, так. 119, 19, видите? Томкие коммерческие флоты. Да. Сладости, конфеты. Йогурты большие. Такие по 29,90. Это Рафаэлка их местная. 99. Ну и все, первые циферки раз и стерты. Песняшек много, да? Песняшек много, да. Смотрите, вот такие подарочные наборы, опять же, повторяю. 400 грамм. Так, сколько? 8,369. Цукаты. Вот такие. Рахат лукумы. В коробках по 34, по 29. По 29. Большие, да. Так, такие по... Тоже 29,34. 69. А, кофе, друзья, вот. Вкусный кофе, рекомендую. 17,50 стоит маленький пакетик. 98,50 стоит такая огромнейшая банка. Здесь полкило. Молотый кофе. Вкусный, ароматный. Рекомендую. Кто здесь будет, берите себе. Так, дальше. По 59 кружки аланя такие. Кстати, можно, да, на подарок взять прикольные. Вот, доехала. Ну, чего она не доедет? 25 инжирное варенье, 22 розовое. Кокосовое молоко. Кому оно надо, да, здесь? Вот, 40,50. Ну, может, в тайскую кухню выбрать, вот она, пожалуйста. Ну, да. Ладно, пойдемте тогда. Как бы не будем застревать здесь в одном месте на кокосовом молоке. Гречку, кстати. Можно показать. Гречку уже в прошлый раз показывала. Можно убрать руку, сколько она стоит? Не столько. Гречки очень мало, да. Мишки. Мишки такие 12,75. А знаете, почему мы покупали такие вадмижуйки в этом самолете? Маленький пакетик этой харибы мы покупали за 15 евро. Или за 10, или за 15 евро. Туркиш-эрлайнс. Хариба по-турецки. Как будет? Харабукдай? Да, возможно. Гречка. Так и написано. Гречка. Это у нас для тебя. Так, ну, пойдем дальше. Так, упакованная черешня. Полкило 24,50. А что такое папайя 79,50? Гречка почем? Вот, видишь, я уже сказала. Такая по-турецки. А давайте посмотрим овощи. Перец 22,95. 22,95. 7,50. Кабачки. Морковка. 14,45. 12,90. Баклажаны. Ну да, просто они на рынке 6 стоят. А здесь 12,90. 19,90. 29,90. Мы по 15 брали на рынке. Накитарин. Персики 19,90. Мы брали по 15. Сливка 14. Айва 21,90. Дальше. Плоский персик. Плоский инжирный. 49,90 стоит. Вот такой вот инжирный. Так, курица 36,90 за килограмм. Значит, филе здесь стоит 82,90. А в Биме стоит 69. Куриное филе. Здесь вообще 97,82. Идите в Бим, кому надо куриное филе. Там гораздо дешевле. 97. Готовые маринадики. 71 лира. 95. Ну здесь, конечно, филе, друзья, очень самое дорогое. Вот из всех этих сетевых супермаркетов. Так, это сосиски, нарезки. Ну, еще раз покажу. Давайте поржем с их нарезок. Вот нарезка. У них по три колесика. Муха в холодильнике летает. Ну и что? А что она здесь делает? Кому? Ухлаждается. Сама себе только сделает ухо. А что она ухлаждается? Да. Залезала такая какая-нибудь фууу. Так, пойдем посмотрим. Значит, смотрите, хлеб бародинский, бародинский, да. Баблички, смотрите, друзья. Кто соскучился? Давай бубликов купим. Ой, не, не надо. Активия. Сколько Активия, Серег? Помогайте, 7,45. Это маленькая, а это 7? Нет, не должна она сколько стоять. Это не должна, она для пребиотики. А, если пребиотики, то-то, конечно. Все, да, прям это все. Значит, смотрите, 7,45. Активия – это разные вкусы. А здесь 10,95, 9,25. Вот такие йогурты. Все, я уже все показала, отходим. Так, мясо, смотрите, 175,95 говядина. Вот такая нарезка. Вот здесь стейки, как бы такие кусочки. И здесь для поджарки. 298. Вот такая филейная часть говяжья стоит. Вот эти пирамидки. Не будем жать? Ну, не будем. А что? Эти пирамидки? Мы такие же брали. А, вот прянички, смотрите. Так, это по две штуки упакованы. 11,52 за два пряника. Это прям, наверное, жестко, потому что бирает. Жестко, это прям жестко, да? Так, хлебушек здесь всякие. А, ну вот они, 80 лир, очень вкусные. Такие печенюшки, вот такие. 120 вот такие. Да, это печенька. У нас такое есть в нашей пекарне. 140, смотрите, пахлава. 140, везде по 140 она получается. Это 115, это с такой волосяной фигнёй, да. Тесто, тесто брифло называется. Бри, это тонкое такое тесто, как, знаешь, прозрачное. 185 вот такие с фисташками. Я такие больше люблю с фисташками. Они не такие сладкие. 185. Кстати, недавно они ещё стоили 80 лир за килограмм. Так, дальше смотрим. Тортики 30 лир, вот такие десерты. 37, 50 такие. Так, вот такие 30, смотрите. Так, рыба 69,90. 400, 489, вот эти вот. Ну, что-то мне, не знаю, я бы тут не брала бы рыбу, честно. Или на рыбном рынке, или метро. Хотя бы, хотя там дороже, но там как бы всё. Я бы тут не брала рыбу, я бы лучше брала бы метро. Она здесь мухами вся обсиженная, вообще как-то непрезентабельно выглядит. Смотрите, сколько приправ разных. Ну, это мы всё... Да, рыба и мухи, это такое сочетание очень опасное. Мы очень много морозиней. Это прям трындец, возьми сюда. Одни мухи, смотрите. Главное. Ну, ребята, есть же вещи, которые... Нет, они с этим не есть. Короче, мухи садятся везде, на голову, на всё. Серёжа, смотри, тут какая-то даже трава есть. Если бы знать ещё какая. Разные травки. Вот это, допустим, что это такое? Не поймёшь, что? Зелёное что-то. На-не. На-не, да. Что такое на-не? Френ на-не. Извиняюсь, это мой французский. Так, опять же, этих очень много всяких орехов, орехов, орехов. Чисто турецкая тема. 26. 99, я так понимаю, это за 100 грамм. 269. Смесь. 179, кстати, здесь дешевле, чем на рынке. На рынке эти фисташки... Да, 200-240 стоят. То есть здесь можете взять на любой вкус. Что хотите. Цукаты, рахат лукум. А, вот это... Обильное свиноводеление, можно жевать. Поглощается, что это на бумагу. Это похоже на бумагу. Это как нут называется. Разные виды семечек. Всё, они упакованы. Есть вот так в пакетах, есть и так. И вот это... Серёж, как это называется? Типа... Типа... Вот такой вискарина. Мне понравилась вкусненькая. Да. Дальше смотрим. Турецкая водка. Виноградная водка. 175. Гавана Клуб. 520. Бифитр. 359. Джинны вот эти по 329. Так, сколько их это? А, видите, тут завал этой виноградной водки. Это не вени раки. Это не раки. Не раки, да? Это получается виноградная водка. Бам! Вот она раки. Вот она. 219. Вени раки. Вот они. Я уже показывала вам метро эти бутылки. Не знаю, это... Это чисто на любителя. Анисовая водка, это на любителя. Ну, мы вообще... Ну, как мы... Я вообще не ценитель водки. Ну, как бы, зашли, показываем. Виноградная водка. Ну, слушай, у каждого по-разному называется. У нас виноградная водка. Крошки, крошки висят. Так, смотрите, балантайс 12-ка. 400 лир. Балантайс обычный. 359. Чивас 13 лет есть даже. Прикиньте, 500-550. Даже 13-летка есть экстра какой-то. Это... Не знаю. Это джентльмен Джек. Джек Дэниелс 240. Это 457. Джек Дэниелс уже бурман. О, о, о. Вот эта цена. Три с половиной тысячи. Он там вообще, он закрытый. В такой коробке. 18-лет. 18-летка 849. Green Label, прикиньте. 900. Золотой 599. Double Black 549. Это пил. Это пил. Это пил. Пил. Ну, я не там понятен. Не, ну, мы раньше в молодости. Мы в молодости. Раньше, как бы, да. Почему бы нет? Дальше идут турецкие вина. Здесь вина в основном, ну, производство Турции. 130, 140. Попробуем, не знаем. Да. 150, 94. 145. Вот такие. Во всем показываю. Не знаю. Фронтера. Фронтера что-то очень знакомое название. Это не... Это не из Краснодарского края, друзья. Кто знает. Это ваши, нет? А то я иду, показываю, показываю, потом посмотрела на название. Там нету по-русски? Там есть на французском. Слушай, ну, друзья, мы такие, это... В этом деле, честно сказать, темный лес. Очень много лет уже не употребляем. Я не знаю. Что-то, может быть, уже фронтера есть. Это... Пинок Риджо, да. Да, нормально. 166, 169. Да, сухарик розовый. Такой нормальный. Так. Ну, видите, сколько здесь всего. Давайте посмотрим классику жанра. Асти Мартини, да. Асти Мартини здесь, получается, 495 брюд. Нет, ну, я показываю. Вот, брюд самый хороший. Розе 525. А, Просеку 549. Просеку 460. Вот это. Просеку 460, да? Ну, да. Да. Так что, вот, цены на Мартини. Здесь шампанское всего раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть видов всего лишь. Вот, маленькая-маленькая полочка. От 224, а 159, 224, заканчивая 549, вот такое. Так, ну, все, пошли дальше. Давайте пивас посмотрим. Фес. 27. Фес. 25. 22. Бут 30. Фес зеленый 30. Карлсберг 30. Туборг 27. Бутылочная 27. Ну, цены, как и везде. Ну, не как и везде. Есть интересные предложения. Есть, много-много. Смотри, Мам, на масло. Какая деревня. Рацуха. Так, сколько оно стоит, Сереж? Сложно понять, да? Вот, шесть цен. Вот, пойди разбери, что, к чему относятся. Давайте сейчас я вам покажу. Подожди. Здесь вот два вида получается. Видите, здоровая. Бутылка оливкового масла. Значит, здесь два литра. Нормально. Я надеваюсь, да? Да. У Лера, ты, 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 два литра. А это, при Вере, два литра, по 40. Ну, 160 литра. По 80 лет, что же интересного. А по карте микроснерегаски? Ну, да, все равно получается по 60, а, допустим, в том же биме мы можем по 50 с чем-то взять за литр. Ну, наверное. Так, сейчас сюда пока не пойдем, пойдем по каше. Вот это вот, раньше было хорошее, сейчас не очень. Давай возьмем каши, бери сразу. Да, да, бери. Потому что... Такое еще не промыло? Нет. Мне вот это понравилось, как мы взяли. Она какая такая? 20 лет. Дробленная какая-то, дробленка. Это гранатовый сок. Да, напиток. Он в каждом супермаркете, друзья, есть. Стоит такой... Сейчас я вам скажу. Ну, где-то вот 7,95. Да, 7,95, вот такая бутылка здоровая, литровая. 7,95 за литр. 7,95, отличная цена. Так, идем дальше. Это минералка кизилай, очень колючая. Очень маленькие бутылочки, но говорят, ну, говорят, и я утверждаю, что она хорошая, вкусная, но очень колючая. И ее очень мало. Так, 15 лир стоит. Ну, да. Ее, знаешь, пить, хочется пить от того, что она заканчивается. Колючая? Колючая, классная, она заканчивается опять. Ну, что делать? Фанта, Кока-Кола. Так, дальше. Большая вода. Да, вообще, маленькая бутылочка на 200 миллилитров. 19,35 вот такой баллон. Сколько здесь воды? Ну, я не вижу ничего. А что ты туда будешь наливать? Так, не ебку там делал, поедем только. Есть тормозочек. Ну, кажется, она такая ненадежная. Нет, ну, пасыки. Тормозочек сколько стоит? 120 лир? Прям совсем нет. Ну, такой некрасивый какой-то. Мне не нравится. А, пошли посол. Тут никого нет. Пошли сюда. Давай по порядку, да. Так, берем мою любимую газировку. Что-то ее все меньше и меньше в бутылке. А, вот это вроде побольше. Акмин уберу, друзья. Газировки. Здесь газированной воды всего два вида. Вот. Фирма и акмина. Больше здесь газировки нет. А, ну, зачем ты сейчас открываешь? Запить не хочешь? Нет, сейчас не хочу. Зачем ты открыл? Нет, хотела. Так попей. Поставим? Ну, конечно. Отсюда. Какая разница? Так, друзья, яйца очень много есть. Давайте выберем самые недорогие, которые есть. 27. Отличная цена. Можно взять вообще смело. За 30. Десятка. 31. Нет, это меньше, да. 100% меньше. Ну, а где ты видишь все цены? Вон, 29. Смотри. До 15-ки, до половинки. Ну-ка, сейчас потащите. До 15-ки. Где 15-ки? Просто брать какое-то яйцо непонятно. Я вот не знаю. Ну, да ладно. Не будем. Ну, ладно, возьмем у нас за 31. Все, короче, самые дешевые. Три десятка, 27 здесь в Мегроси. Все остальное. Вот, пожалуйста, очень много. Я так прям, ну, беру, как бы, один вариант. И смотрю, сколько, допустим. 101 масла. Здесь полкило. Подождите. А что ж тогда? Я что-то не поняла сейчас этого юмора. Сереж, посмотри, сколько здесь. То есть полкило стоит 100 лир. Соответственно. 500 грамм. Ну, что, 200 лир, что ли, стоит? Ну, я что-то... Нормальное качественное домашнее масло. А, ты что? А, с карточкой 64. Да, это хорошо. Только дядя для тех, кого кто еще был без. Вот эти говорят нормальное. Вот это Мегросовское масло. Ну, нормальное. Оно здесь все хорошее. Здесь действительно сливочное масло высшего уровня. Значит, такие намазывательные... У нас есть 5-6 производителей именно молочки. То есть они всегда встречаются, но и всегда видно. В каждом магазине одни и те же производители. Здесь, ну, как бы, нет такого разнообразия. Это широкий диапазон. Да. То есть намазывательные сыры 30, 13. Вон это Мегросовский сырочек. И куда? Где-то было. Такие сыры, как тостерные сыры. Упаковка 119, поменьше 49. Так, это, значит, друзья, вот это Сузме. Пожалуйста. Сейчас там. Давайте йогурты пока вам покажу. Сузме йогурт 39,90 вот такой вот. Значит, 33. Вот такой большой 2-килограммовый. 32 и чим большой. Мегросовский йогурт 21 стоит. Хорошая цена, но мы его не брали. Давай попробуем, Серег, 21 лира. Сейчас, Сереж, ты нашел. Ты посмотри цену на его. Что 9 литров, тогда он здесь по 4 килограмм его. Что 5 килограммов? Ну, 38 есть такой же и чим, посмотри. Есть такой же точно. 50 граммов. Ну, вот здесь посмотри. Мегросовский йогурт всего лишь 21 лира. Посмотри, какой здоровый. У тебя как раз закончился, возьми. Мегросовская продукция фирменная, она нормальная. А, нет, 41, извиняюсь. Вон, видишь, спрятана цена. Вот так 21. Возьмите вот такой. По крайней мере, хотя бы гарантия, что он более-менее свежий. Все, взяли и нормально. Сейчас пойдем еще выберем. Так, Сережа, айран, вот он ваш айран. Вот он, вот он, берите. Тот, который вам наливались. Только сегодня куплю. Вот, это айран, который нравится вот этой фирме. Это самый вкусный, возьмите еще. На. Так, значит, такой айран, друзья, стоит. Такой айран стоит. 8 литров воды. 15. 4 килограмма йогурта. Слушай, наверное, надо пойти эту тележку взять. А то нам ходить здесь сейчас. Ну, что ты будешь таскаться? Так, подождите, давайте посмотрим кефир и молоко. Тут молоко такое в бутылке 22,95. Потому что есть еще в Тетропаке. И 14,75, я так понимаю, Мигросовская. Очень тяжело, друзья, здесь с ценами. Потому что непонятно. А я только рассказывала, что готовый коктейль. Это не очень хорошо. Потому что там всякие химические добавки. Не очень хорошо бы ее сосал. Не очень хорошо бы ее сосал. Вот это мы раньше обжирались этими искусственными бургерами. Нет, здесь поэтурчим вещь. Вот, да. Вот, да. Ага. Так, кашку эту мы вам показывали. Здесь гранолы по 60. Вот такие разные с добавками. А, Сереж, ты такую взял, да? Да, я тоже взял. Да, да. Несквики всякие. Четыре. Четыре. Слушай, это что такое? Это четыре вида каши, что ли? Четыре. Ну, это по 13,90. Вот такая еще есть. Смотри, 13,90. По 20 взяли. Вот, смотри. Вот, что это возьмем? Да. И она стоит... Посмотри, больше, меньше вес. Так, дальше. Всякие гранолы, 46. Всякие вот эти завтраки сухие. Несфит подорожал. Теперь он 35,90 стоит. Раньше 19 стоило. Сюда брала его. Это как у нас фитнес-хлопья, знаете. Так. Сереж, давай вот тут подробнее на джемах остановимся. Давай возьмем розы. Давай возьмем розы. Подождите. Вот давайте возьмем Айву. Нет. Ой, не Айву, а вот эту Алычу возьмем. Нет. Нет. Ну, нет, почему? Не хочу вообще. Ой, 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 нет, уже не хочу. Я извиняюсь, я не посмотрела. Так, 25, 25. А наше варенье внизу. Ой, наше варенье внизу 19 лир. Отличная цена. Ты хочешь розовое? Слушай, ну, это на любителя, Серега. Действительно, вот, может, не станете его есть. Может, анжировое возьмем? Мы хотим розовое варенье. Нету консенсуса. Возьмите за 19 розовое и все. Не берем, сам внизу. Сам внизу. Сам внизу, видишь, вон там розовое варенье с 19. Да, так сделала. Тоже не жодно было. Я вам говорю, что... Специально. Самый дешевый. Самый дешевый. Самый дешевый поставили в самый низ, чтобы вы не видели. Так работает. Мерчандайзинг. Так, здесь куча всяких прополисов, меда и так далее. Мед, средняя цена, 43,72. А, это пыльца, пыльца. Или как, перга она называется? Нет, Лиза, подожди. Прополис вообще по-другому выглядит. Это перга, да? Друзья, правильно ты называешь? Прополис, вот он, видишь, он в таких пакетиках. Видите, вот 29 лир. Вот такие вот маленькие пакетики с прополисом, кому надо. Вот все продукты пчеловодства здесь есть разные абсолютно. А вот это что такое, 14,90. Что это? Ну, типа прополис написано. А, это прополис тоже, смотрите, какой оранжевый. Челек. Кубника и апельсин. Клубника, ну, видите, прополис с апельсином. Прополис, это, с фундуком, видите, есть. А, нет, его пила с молоком. Просто не знаю, какого. Да. Меда тут валом, короче, друзья, разного. Смотрите, сколько. Лиза, откуда ты знаешь слово чистоган, Лиза? Там сейчас папа так у меня говорит. Да, папа говорит. Что? Може мой. Так, смотрите, Мигросовская, 10,90. Надо бы взять, надо бы за тележкой расходить. Самая дешевая, 10,90. Дальше уже идет... Я отказываюсь. Значит, 12. Потом, значит, идет 16,95. Еще дороже 17. 18. Где? Слушай, да к этому валом у всех. Ты решил чем-то... С фундука? Да? Я вот что-то у всех на валом с фундука молоко не... Ты решил всех тут удивить вот этим? Ну, чем? Ну, что такое? Ну, вот это Альпро. Альпро везде у всех есть, во всех странах мира. Я понимаю, я просто что-то с фундукска не встречал. Миндальное было. А ты просто внимания, наверное, не обращал. А вот соевое. Ну, соевое это... Это типичное. Это было всегда. Так, 14,05. Мне нужны вот эти сливки. Вот эти зеленые, смотрите, они самые... 18% жирности. Все остальные по 30. Просто по 30. Возьми минуту. Может быть, здесь есть в кашку? Нету, нету вариантов. Я уже все это изучила. Они не пишут жирности, просто отражают. Это 18%. Это самая-самая низкая жирность, которую я нашла в сливках. Сереж, здесь нету 10% как у нас. Я же изучала этот вопрос, ну, честное слово. Так, маслины. Друзья, 27, 27, 27, 63, 32, 42. А в таких вот банках вяленые. Вяленые. Она привозила. Маме она сказала, что это бомба. Вот обязательно привезу еще тебе. Видишь? Я тебе привезу лучше еще. По банке привяжем. Да. Так. Это, ну, Липтон. Пойдем дальше. Смотрите, мы же не пользуемся. Их можно позорнуючное взять. Путылку напоминеть. Да, 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 да. Как все нормальные люди делают. Так, давайте сюда пойдем дальше. Когда выезжали, они у меня на столе. Так, кружили. Шербеты всякие или как их там, да? Пастила. А, пастила. А, пастила. А, пастила. А, пастила. Но она выглядит не так, как наша пастила. Лучше детские. А, здесь, кстати, старбаковские одноразовые кофеечки есть. Ванилла латте. Вот такие есть. Новая ванилла латте. Новая ванилла латте. Кафе латте. Мне здесь что-то... Кашель душит. Так не знаю, что на мне действует. Может, приправа какая-то. Потом еще карамель латте есть. Кафе мочо. Капучино. Кафе мочо вот такая. Кафе мочо, как скажете, мне зовут. Мочо. Ну, я что, меня ее назвала. Так, смотрите, килограмм сахара 25-90. 41 кусковой 20. Не пистите. Сейчас буду пропитывать. Понимаю, у меня какая-то тут аллергия. Прямо я чихаю, кашляю и все. Значит, 15-50. Мука обычная. Вот так она называется. Обычная мука. Сейчас я пройду здесь. По муке пройду. Так, 25-19. 22-21. Вот даже для пиццы есть. Так, здесь всякие ароматизаторы, всякие желатины, добавки, лимонная цедра. Это сода. Напоминаю, как называется сода. Сейчас я ее найду для начала. Покажу вам. Вот. Сода называется карбонат. Будет нужна вам сода, ищите название карбонат. Соды. И она везде вот в отделе для выпечки. Вот в этом отделе. Дальше брала такие смеси, выпекала. Нормально получается. Здесь надо добавить... Добавить масло, яйца, молока. И вот эту смесь. Прекрасные получаются кексы. Топпинги по 28. Значит, всякие пудинги и так далее. Вот здесь Турция. Здесь, кстати, это нормально. Вполне вкусно получается. Чтобы не морочить себе голову. Здесь уже все полностью... На самом деле, здесь все выпечки, которые ты делал. Да, да. Прямо она у тебя получалась... Хвали меня. Получалось прям у тебя... Хвали меня. Как пышка. Хвали, хвали меня. Профессионально. Так, растворимый кофе. Я сейчас перехожу уже на обычный кофе. На такой молотый. 49,95. 27,50. Это явно не этот. Наверное, вот этот стоит 27,50. Этот 15,95. Но это вообще трындец. Ты по сусекам? Да. 141. Так, здесь что у нас? Здесь такие три в одном у нас. Якобс и Бористо и так далее. 19,23 набора. Вот такой 8 стиков. 19,90 вот такой. Здесь кафе три в одном. Одноразовые стики. Вот всякие разные. Тут их много. Чай. Самый дешевый чай. 19,50. Сереж, давай возьмем чай. У нас чай заканчивается. Заканчивается. Давай мигросовский возьмем. За 19,50. За 19,50. Блин, опять для чайника. Еще раз повторяюсь. Видите? Чайник нарисован. Значит, там большие пакеты такие на чайник на один. 42, 28,90. Я думаю, по 90 раз. О, 25,90. Какой мы брали? Маленький. Маленький. Вот эту возьмем. На, положи. Надо? Да, да, да. Мы сейчас завариваем. Это сейчас на кого? Короче, женщина кашляет. Сережа разворачивается, орет. Ты-то че? На женщину. Видите, убегают сразу. Ушли, ушли. Они тут ни при чем. Ой-ой-ой-ой. Такой рассыпной часть. Ну что, сказал женщине, да? Бедная девушка. Он как арталтонет. Ты-то че? Наш убежал. Я думала, это Лиза, блин. Ничего, нечего каждой стоять здесь с лицом человека. А, друзья, вот это еще хочу вам показать. Значит, смотрите, вот это я пробовала. Оно с каким-то химическим привкусом. Вот это с химическим привкусом. Вот это с химическим привкусом. Самый вкусный. Еще раз повторяю, вот этот вот. Берите смело. Если кто пьет заварной. Вот. Стоит 17,50. Маленькая упаковочка. Я же вам его показывала в начале. Поэтому это как бы рекомендацион чисто. А так каждый найдет себе свой кофе. Я вот нашла. Ну, купив вот это вот все в ассортименте. Пробуя, нашла свой. Так, это у нас все для тахинной халвы. Все приспособы. Вот видите, прямонаборчики. Тахиновая, это вся ерунда? Ну, многие любят. Многие любят. Поэтому, да. Значит, халва 19, 35, 41. Все зависит от веса. Мне тоже нравится подсолнечное. Мне тоже. Но тут такой нету, к сожалению. Поэтому мы не едим, поэтому никакую. Так, это что такое? Конфетки. Конфетки. Перламурловые конфетки. Эти подушечки прикольные. Угу. Не знаю, я такое не ем. Лимонады. Так, идем сейчас консервацию посмотрим. И какое масло здесь? Милота. 92 лиры. Что это? Ну, ты показываешь мне бутылку. А что это? Не знаю. Я не знаю, что показываешь. Это, знаешь, что это? Напитывать пахлаву. А, типа медом. Какая-то пропитка, да? Так, хорошо. Ладно, мы стали здесь по это. Так, значит, смотрите. Паста из перцев. 17,95. Из красного перца. 17,95. Так, это все перец получается. Сладкий. Вот по 10 есть. Но это острый. Видите? Еще раз вам повторяю сейчас. Если написано АДЖИ, это острый. Но люди возьмут и будут... Что? Есть предположение? Ну, я не знаю, что это. Что это с кубникой связано? Какое-то молоко, наверное. Коктейль сухой, правильно? Нет. Протеин, да. Это сухие сливки, которые превращаются потом в мокрые сливки. А, ну это же грибку. И напитывают вафли. Все, поняла. Такая канистра, знаешь, как будто это самое, как будто грунтовка строительная. Ну да, похоже. Так, томат 14, 15. Это томат паста. Ой, здесь, друзья, горошек прям. Но есть ни одного нет удачного. Ни одного. Я не нашла свой горошек. Я весь, мы весь попробовали. Он дубовый вообще. Ну вот еще есть вариант вишки. 27 бамия. Вот. Слишком? Да, 14,95 стоит. Вот он может быть нормальный. Он может быть нормальный. Может быть, но это не точно, правильно? Тут мягенький. Мягенький. Ну это, конечно, если ты этот раздавишь своими пальцами, то тоже это раздавится. Не, ну сейчас пока не нужен, поставь. Просто я подошла к этому. Знаешь, знаете что? Бамия готова. Я уже показала, ты не заметил? Какая бамия еще здесь? Такая бамия, такая бамия, такая бамия. 18 литра. 18 литра. 18 литра. Тушное? А, масло. Давайте посмотрим. Значит, 108. Пол литра 108. Это какое-то особенное масло. 89. Такая огромная. 188. 2 литра. Да, нету халявных. Вот в Биме есть халявные. Видел? Ой, ребята, это можно купить масло только ради одной бутылки. Ну и какая утонченность. Ого, нормально. Я бы такое купила по себе. Красивое. Такое ради бутылки можно купить, да? Да, шикарное. Такое стоит 93. Наливаю, так как раз так мало. 24 миллилитра. Да, ну вы можете это, допустим... Думаете, что это оригинальное привезти? И можно встречать врагов. Да. Все, сейчас уронишь. Мы убежим. Мы убежим сразу. Я платить не буду. То есть вы меня бросите? Ну а что ты это делаешь? У тебя здесь мыло полы без сутки или что? Полы? Полами, наверное, ты не оделаешься. Короче, нормально. Сейчас 90 лет. Только, короче, как красивая бутылочка. Ну, может, там масло хорошее? Так, идем дальше. Все. Я в 10 дней играла. С шампуньками играла, да. Да. Так, 96 стоит 2 литра. 1 литр 34,50. В принципе, цена пока все будет меняется. 3,450 самое дешевое, обычное масло для жарки. Так, что еще вам показать? Давайте пойдем к тем витринам, где сыр. Давайте посмотрим вот эти витринки. Что здесь? О, Сереж, по 12. Возьми по 12. Убери тот, дорогой, за 25. Мы не взяли, мы взяли. А, я хотела, чтобы джемы вы взяли. С моего абрикосового джем по 12. Ну, ладно. Так, здесь, значит, сыры. Какие-то швейцарские. Ну, они что-то очень-очень маленькой кучкой. Даже камамберы есть, смотрите. Видимо, очень-очень мало осталось. Камамберы есть. Ну, я так покажу. Ну, ты же сильно не самая, просто прохожу дайте. Да, Филадельфия, пожалуйста. Президент-сир, чеддер есть. Суджук. Так, идем дальше, сейчас покажу. Значит, это типа сулугуни. Это тоже их сулугуни. Это типа творога. Такой сыр соленый очень. Ну, он сулугуни не имеет. Вот цены. Сулугуни не имеет. Вот цены, 197-175. Такие их сыры тоже турецкие чисто. На наши они не похожи, эти сыры. 99-81. Ну, здесь обилие. 67, кстати. Здесь дешевле даже, чем на рынке. Мы за 65 покупаем. Это вот наши оливки. Вяленые. Такие не соленые. 78-55, 62. Жареные без цианика, но вкусно. Жареные, да, гриль вот там есть. Цианика нету. А, вот. С чесночком. О, здесь они еще с чесночком и с какими-то 129. Они не могут длины. Не-не-не, не знаю, сколько стоят. Не-не-не. Ой, Сережа, это что такое? Типа холодец турецкий, не пойму. Сладость, лежащая вместе с маслинами и вот этой долмой. Вряд ли это сладость. Тотлы? Тотлы? Не, не надо. Ну, короче, это что-то сладкое, но мы не можем понять, что. Это сейчас покажу вам. Это равновидность. Это равновидность. Это, скорее всего, бисквит, пропитанный медом. Ладно, пошли посмотрим их, вот эти вот все штучки завернутые. Виноградные листья. Да, долма. Давай подойти. Короче, всякие салатики, всякие пасты. Всякие аджики и так далее. Бараненоги. По 125 за килограмм. Ну, полностью. Окей. Все. Все. Бытовую химию, наверное, не пойдем. Сегодня продукты показали, потому что уж слишком долго получится. Это их фирменный лукум. Фирменный лукум. Они здесь, магазины везде есть. Я вам их показывала. И в торговых центрах, в торговых молах. Только они огромные. Здесь немножко поменьше. Там на несколько метров этого раха от лукума. Такие наборчики. Ну, так цена такая недешевая, я скажу вам. Он сам по себе. Он за килограмм. А, он еще в жестяной красивой. Пахлава? Это пахлава. Такая красивая. Вот это лукум. Вот красивый. Смотрите, какие коробки шикарные. Жестяные. Такие золотые коробки красивые. А вот их... Ну, они с этим самым... С крышечкой еще закрываются. Вот прям вообще. Прям подарок-подарок. Подарок-подарок. Такие красивые тоже коробочки. Так, тут 32 лиры, кстати, стоит Якобс. Дешевле, чем Биме. Биме 37. Так, печенье, кексики. Вот такой кекс мы берем. Сережа, давай возьмем такой кекс. Я не буду. Вот такой берем 12. 12 лир стоит. Хороший, вкусный. Нет, мы не будем доесть. Не ешьте. Вот такие вкусные, друзья. Вот, очень вкусные. 12.50. Вот, лимонные попкейки. И такие же вкусные есть еще кексовые. Что ты хочешь, Лиза? А мне больше лимонные нравятся. Хлебцы и по 2.75. Вот такие, видите. Кто хлеб не ест, 2.33, 2.57. Вместо хлеба. Вот их сколько. Смотрите, этих хлебцов здесь. Овал просто полный. Тут уже по 11. Это уже печенья разные. Печенья, видите, сколько здесь? Турецкие печенья. Шоколад. Да, здесь немного этого шоколада, но он очень вкусный. В основном только турецкие. Кроме Nestle. В основном турецкие. Все фирмы. Самый вкусный. Так, Илкер. Сейчас вам покажу, какой мы берем. Всегда. Вот этот вот с фундуком. Молочный шоколад. Вкусный. Я не буду брать. Я же не ем сейчас. Я себе бросила пить, курить и еще и есть сладкое. Я не знаю, что мне делать. Слушайте, ну не хотите, но положите. Что вы так это самое? Прямо как не знаю кто. Такое ощущение, что я, знаешь, что-то положила там, не пойму что. Что с стукатами-то? Что с стукатами? Так, вроде все показали из продуктов. Так, чипсы. Ну, показывать, не показывать. Они сильно неинтересны. 15 лир, 19 лир, 10 лир. Народу очень много. Просто очень некомфортно. Так, значит, здесь водичка. Водичка в основном не газированная. 5,85, а? Я уже купил воды. Не представляете, что здесь творится. Я сейчас вам покажу очереди. Это весь магазин полностью забит людьми. У всех одновременно закончился еда? Ну, да, вечером у всех после пляжа заканчивается еда. И все хотят кушать. Все идут через супермаркет. Это, ну, это нормально. Бутовую химию, наверное, не будем показывать. Витамин всякие. Витамин много всяких, да. Всякие вот витамины отдельно, шипучки и так далее. Все, что хотите. Прополис экстракт. 100 лир стоит, смотрите. Тоже. Тема пчеловодства. Что? Ну, все, заперлись. 16,90. Будьте осторожны с красками турецкими. 16 лир. Так. 40 лир лореаль. 49 бальзамы. Опять же говорю, что у них нет глискур, у них просто глис. 43 пантин. Да. Такая красивая, да? 39. Кератин. 78. Кератин. Кератин, это для волос хорошо. Придает глиск и наполняет волосы, да, чем-то живительной силой. Да, да, да. Какой ужас. Все просто. Палмалиевы по 69. Мыло. 33, 28. 15 лир за мошку. 15 лир. Еще и красивая, да, посмотри, какой красивый. Давай возьмем. Только стоил. Хотя у нас есть мыло. Нам гель для душа нужен. Гель для душа, вот, помните себе вот свой, а я тебе свой. Говорите? Да. Краски для волос. 26 палет стоит. Но они совпадают с нашими. Даже экселанс крем, даже лореаль не совпадает. Будьте осторожны. Потому что все светлые оттенки в Турции, они имеют пепельный оттенок зеленоватый. Я уже пробовала разные, и все одинаково. Не, вот такое. Мне не нравится эта фирма, она очень сушит кожу. Для душа. Очень сушит кожу. Нельзя выбрать? Это ты где брала вообще? Что тебе сушила кожу? Ты где брала? Везде. Где ты брала? В странах, в странах, в которых проще подделать, чем привезти. Head and shoulder 76 такой здоровый. Здесь получается литр шампуня. Диадемин, кстати, есть. Вот кто знает, да? Вот эта серия косметики. Полностью все есть. Диадемин. Вот цены. 150, 164, 184, 269. А это вот 269, а 134 это с картой Migros. Карту Migros вы можете получить на кассе. Просто ее попросите. Все. И вам тут же могут выдать. Горинье 39,90. Рексона 36,90. Невея Шариковой 38. Гориньер меня брал 39,90. Рексона 30. А, она все показывала, да? Так, дальше. Жилетовские станки. Так, это не жилет. Вот жилет. 85, 84. Лезвие 153, 84. 300. 153. 99 одноразовые жилетовские. Смотрите, сколько их. До хренища. Так, раз за... Шесть штук. Так, это для... Ой, для мужской эпиляции есть. Нифига себе. 99 лили. Такого никогда не видела. 99. Невея после бритья. 48. Жилет. Правильно? Нет? Не жилет. 70 часа. Ну, тут вот как разберешь, да? С моим зрением. Дейзики по 47. Невея 38. 38 такие. Так. Ну, здесь... Сегодня нас никто не трогал. Нам никому... Мы никому не нужны. Сегодня нас, я говорю, никто не трогал. Мы никому еще не нужны. Какой классный гид для душа. Да? Немножко болотное жижи. Вот такой бы взять, да? Классный. Иди, знаешь куда? Иди в баню иди. Биодерман. Так, а в чем проблема, я не пойму. Гид для душа. Что это за гид для душа? Что это? Ну, я не знаю. Лиза говорит классный. Чем классный? Потому что он не такой, как все. Потому что он похож на медицинский препарат. Хотя бы просто откройте крышку и понюхайте для начала. Чем он пахнет? Нет, пахнет миленько. Пластмассом. Ну, не знаю. Можно взять. Или вот этот, посмотри. Вот этот тогда, нет? Да, вот этот гид жальцинк. Это тоже гель для душа. Понюхайте. 36 лир он стоит. Да. Это нищая. Со скидкой по карте. А вы что, вы смотрели за 68 полмалиф? Я просто показывал. Полмалиф? Вообще я рассматривал 29 лирайсика. Давай вот этот возьмем. Это мой, это мужской. Давай возьмем. Тебе возьмем. Тебе, тебе. Надо мыться, блин. Не надо мыться моими. Да никто не нужен ты. А куда он одевается? Я не знаю, он протекает, наверное. Сам по себе выливается. Куда он одевается? Он сам посидел. Он испаряется. Собачишем пульку одевается. Так, все, я отключаю. Гель лореаль охлаждает сразу на минус 4 градуса. Давай попробуем. Ну, как? Было 36, стало 36,2. Да. Ой, 32,6. Может, выйдет он воду, охлаждает. Не знаю. Давай возьмем. При чем уезжаетесь на рекламу вообще? Он охлаждает кожу. Ой, если написано, значит, надо верить. А ну-ка, пахнет как шикардосно. Ты сейчас думаешь, он тебе пальцы охладит, заморозит? Да, иду, лед. Да, и я поехал. Пахнет здорово. Да? Давайте, бери. Да, он пахнет так, как надо. Он пахнет так, как надо. Ой, друзья, он пахнет парфюмом. Ну и что, мы тебе выбираем. Мы тебе выбираем. Положьте. Купите себе вот это говнище. Я возьму себе. А мне вот этот хороший. Хорошо. Давайте тогда. И я его не буду ставить в общую полочку. А мы найдем. Хорошо. А мы найдем. Пускай папа хорошо пахнет. Видите, воняете. Как это еще не привык к Сережному юмору, то это он шутит. Так что делать? Опять, посмотри, сколько геля для волос. К вопросу о том, как любят. Пойдем в корм для животных. Я показала уже, я показала. Я уже показала, да. Репиляция для... Все, не надо, Сереж, ты... Кое-что придется даже вырезать иногда. Вы прям с ума сходите. Да не надо что вырезать. Мы такие, какие мы есть. А что, проблема есть. Пойдемте собачий корм, я говорю. На груди. И что? Зимой тепло. О, здесь всякие скидки, скидки, скидки. Море скидок. Здесь рыться, рыться надо. Смотреть. О, сколько. Вишневочку, да, сделать домашнюю вишневочку? Да. Домашнюю вишневочку. Ты открываешь? Ага. Самогонечек. Нет, здесь больше для вишневочки. Вишневочка. Видите, какие у них адские цвета, цветокрасок. Просто адище. Для нашей собачки мы берем вкусняшки. Она у нас кушает натуральные продукты. То есть она такое не кушает у нас, а мы берем только ему... Глянь, какое ущемление нации. Да. Вот собачки. Собачки и вот это кошки. Смотрите, вот это вот до конца этого прилавка. Вот это все коты. И вот, вот маленький-маленький цветельчик. Собачки. Ого, оно так дорого стоит. Оно натуральное потом. Так он же сожрет это, блин, сразу. Он его там сожрет. Сожрет. Блин, Серега, что-то дорого так. Ты шо? Так три жира. Он будет их ему свалить. Да? Пускай хоть зубы почистить. Короче, взяли Астику, вот такие вот косточки. Чтобы он хоть делом занялся. Кроме как облаивать прохожих всех с балкона. Может быть отвлечется хоть ненадолго. Так, здесь всякие распродажи лютые. Всякие 21 лира. Всякие эти. Всякая всячина, короче говоря. Что-то, антисептики в ассортименте. Маски никому не нужные. Надеюсь, что они не понадобятся. О, Лиз, смотри, а ну присядь сюда. Не хочешь? Давай залезь. 9 490. Электро. Лизок на электровелосипеде. Ну, кстати, нормально. Вот для тебя как раз отличные. 9 с половиной тысяч, друзья. Он, конечно, не такой мощный, как наши. Вот, кстати. Похож на наши велики, но маломощный. Здесь всего лишь, по-моему, 250 или 350. Сереж, сколько тут? 350 ватт или 250? Гораздо, ну, такой не... 12 790 такой стоит. А такой с тонкими. Здесь, значит, такие сороковые большие колеса. Ну, сами шины. А здесь тоненькие. Получается. Но все равно электровелик. Нормально. Цена. Можно будет взять. Конечно, это седло. Оно больше для спортивных. Я люблю такие женские седла. Такие широкие. Семножко узковатые. А? Все колеса позаклинивали. Позаклинивали, да? Чтобы не ездили здесь по магазину. Ну, да, наверное. На двигателе написано, но они здесь слабые. Ладно. В общем, они слабые. Я хотела вот такой провод. Вообще. Смотрите, сколько здесь провода стоят. Разъемы всякие. 59, 59, 49. Разные. Это айфоновские и так далее. А нужно именно лайков. Угу. 25. Нет, со шнурами здесь просто халява. Халява, да. Смотрите, какие золотые, красивые. Смотрите, смотри. Мастящие. Оригинал. Мне нравится вот такой. Вот купите мне. Есть этнос такой, знаешь, какой-то красивый. В ткани все. Не кричи, ты кришешь на весь магазин. Ты говорила, чтобы я говорил погромче. Я разговариваю погромче, как ты просила. Еще одно у меня замечание. Я буду отказываюсь сниматься вообще. На один по три раза. Он уже нас шантажирует. Я хочу сиреневую купить, а он мне навязывает этнос какой-то. Ну, потому что это настолько примитивно по-деревенски. А я примитивная. Пойдем в детское питание посмотрим. Так, вентиляторы. 800. Так, детские игрушки. Вы спрашивали из Олега. Олега здесь мы не видели. Детское питание, пожалуйста. Вот хип 129, 129. Столу, такой оптомил. Они в таких коробочках, знаешь, чтобы никто не спер и не то. А тут они нормально. Здесь и баллы за них. Хиповские по 13,90. Такие вот прикормы. 14,95. Детские чаи хиповские. Сколько? 56. Кашки детские. 27,95. Памперсы. 200, 120. Ой, вообще. Сейчас ты как долбанешь менять. Открывались партизаны. Такой суровый. Диско-диско. Партизаны. Это водомет. Да? Так, детские игрушки. Вот такой вот зайдет. Давай, с двух рук. Давай, с двух рук возьми. Давай. Мочи. Рэмбо. Или кто ты? Иду я дальше, наверное. Так, это детские всякие шампуньки. Это, я так понимаю, кондиционер. 31,95. Бутылочки, салфиточки, шампунечки. Все для детей, да. О, нет. Так, значит, здесь всякие. Лиз, тебе не надо плавочки? Нет. Так, ладно. Средние 179. 179. 229. О, какой яркий. Нормальный. О, такой яркий, симпатичный. 229. Сережа по маскам опять пошел. На всех. Так. Эти сланцы вьетнамки. Шлепки. Плавательные туфли. 84,90. Ну, вот здесь еще даже рекорд. Рекорд Карфура побили. На заправке. На Петрол офиси. Вот такая фигня. Стоит 25 лир. Мы покупали. Еще и замочками. Здесь 85. 37. Зато шлепки дешевые. Пожалуйста. Одноразки. Разные. По 63, по 44, по 70. И детские, и взрослые. Ложки 18 длинные. Для обуви. По 100 лир. Всякие футболки. Пожалуйста. А, вот они эти. По 500 лир кроксы. Смотрите. Истинные кроксы. Не подделки. По 500 лир. Еще недавно они 800 стоили, мы видели. 799. Сейчас уже 500. И детские, и взрослые, и всякие, какие хотите. Кроксы настоящие по 500 лир. Истинные кроксы. Ножа мало. Они стоили почти 800 раньше. Вот еще несколько месяцев назад. Да. Здесь по 500. Сейчас они стоят, здесь меньше 50 долларов. Ну, посмотрите ваши магазины кроксы. Там же цены сложить им не могут. Да. Зайдешь в этот крокс, это прям все, все такие сидят прям важные. Мы кроксами торгуем. Это же просто вонючие рекламки, ребята. Никакого запаха, ни химии, ни резины, ничего. Натуральная резина. Это натуральная резина, каучуковая, да. Нет, это что ты делала? Ну, ты же мне сказал только что. Это ты не ведешься. Ну, я тебе верю. Все, вышли отсюда быстро. Из полки. Все, погнали. Вышли отсюда быстро. Так, все, друзья, все показали. Химию не будем показывать. Ну, мы химию, блин, не показали, Серега. Большой отдел с химией. Давайте пробегусь быстро. Химия тоже ж важна. Так, отбеливатели. Двенадцать. Домес. Я так люблю цену на Домес. Так, по химии я уже пробегусь по-быстрому. Потому что так уже затягиваем. Так, пронто, пронто. По четырнадцать, по десять, семнадцать, двадцать семь. Сифы. Двадцать семь. Двадцать девять. Вот такие крем чистительный. Силит Бэнк. Сорок. Всякие. Двадцать семь. Что-то у них дорогие вот эти, как их губки. Не знаю, у нас копейки стоят. Здесь по тридцать лир. Ферри. Десять семьдесят пять. Девять. А, тут десять семьдесят пять. Девятнадцать. Двадцать. Вот эти вот лягушки у нас тоже такие есть. Тридцать три девяносто. В наших магазинах. Тридцать три. Двадцать. Ферри. Восемнадцать. Сто сорок одна. Значит, получается. Шестьдесят таблеток для посудомойки. Тридцать девять. Таблетки. Турецкие. Мегросовские. Они, ну, не хуже. Вот фирменные. Мегросовские. Карфурские. Биме такие тоже фирменные. По тридцать девять, по сорок лир. Вполне нормально. Не хуже, чем эти финиши и все остальные. Так. Восемнадцать семь. Порошок. Значит, здесь получается. Сколько он? Шестьдесят девяносто миллилитров. Это я не пойму, сколько оно здесь. Восемьдесят семь. Девяносто девять. Такой порошок. Семьдесят один. Семь килограмм ома. Персил здесь у них алло называется. Сто тридцать девять. Восемьдесят. Вот такой персил стоит. Шестьдесят восемь девяносто. Такой персил. Значит, здесь два. Чуть больше двух литров. Здесь тоже два. Сто сорок пять. Кондиционеры их. Юмосы. Перволы. Здесь, кстати, недорого стоят. У нас почему-то они бешеных бабок стоят. Здесь пятьдесят девять. Пятьдесят девять лир. Так, сколько здесь? Три литра. Метра мы брали пятьдесят четыре. А, нет, нет, нет. Это мы бинго брали. Первол. Значит, за три литра пятьдесят девять лир. Вот такие здоровые есть по пятьдесят семь. Разные бинго. Это, получается, кондиционеры. Да, тридцать девять, тридцать девять. Тридцать девять. Ваниши. Сорок восемь. Восемьдесят четыре. Тридцать пять. Так что, вкратце пробежалась. Все, пойдем. Вот, помните, я вам показывала сальдо-пазары. Сколько стоит такая? А тут двадцать три семьдесят пять. Такие жидкости для... от жира и так далее. Вот они уже рассчитываются. Побегу к ним. Капточку показали? Короче, зашли поснимать. И, как всегда, набрали два пакета на сто девяносто четыре лиры. Ну, немножко. У меня сейчас такое... Выходит. Видите, что творится? Честное слово. Просто дурдом. Ой. Пусть тут очень жарко, зато не так много людей. Не, ну что ты знаешь, как оно не жарко, оно липко. Так, что, друзья? Все, по Мигросу пробежались, как обещали? Такое. Не лучшее время для магазина Мигрос. Ну, не лучшее время. Не, лучшее время. Не, нормальный район, просто очень много людей. Не, просто, видимо, да. Всех кончилась быстрая еда в один. Ага. Так, камера заедет. Папазол. Так, все, вышли мы. С Мигроса. Право-лево. Лево-право. Вечерний город. Какой право-лево? Ждешь, где удобно. А на право-налево не надо посмотреть? Да, вносят. Не работает. Ничего. И пешеходные переходы на право-лево здесь не работают. Могут справа заехать. Я сегодня ехал утром по трассе в сторону Газипаши. Мне просто вышел на моей полосе через отбойник. Я не знаю, как он выехал. Просто по моей полосе, по вторичке, шел человек поливать. Ага. Вообще в шоке. На машине выехал. А, на машине? Ага. Как через отбойник вообще. То есть, куда он ехал, я не понимаю. И едет, блин. Был я приятно влюблен. Неужели ты за 7 месяцев еще не привык со всяким выкрутасом? Нет. Там разделенка жесткая, двойными отбойниками. То есть, попасть просто невозможно. Откуда он заехал, непонятно. То есть, у меня две полосы, мои их, как бы положено. С другой стороны две полосы через отбойник. А он едет по моей. На встречу. Ну, ему так надо было, значит, в ту сторону. По кратчайшему он пошел. Я вообще в шоке. Ему надо было просто поехать туда, куда ему надо было. Российская ГИБДД плачьте. Да. Я думаю, много смотрят нас. Здесь просто клондарик такой вообще просто. Нет, мы, может быть, для тех, кто нас смотрит, снимем, как ездят турки. Просто будем ехать и снимать. Здесь просто российские ГИБДД это плачьте. Да. Здесь просто на каждом сагу минимум тысячонка. Лучше, чем в России правильнее никто не ездит. Поэтому есть чем сравнить. Нет. Почему? Там все правила соблюдают. Да, ну, нафиг нет. Грузчиков и все хватает. Да, это понятно. Но в большинстве случаев люди хотя бы поворотники показывают, куда едут. Здесь поворотники вообще не показывают. Это принято, чтобы ты не знал, куда ты едешь. Нет, они в принципе не показывают. Едет, едет, едет. Правильно, чтобы никто не знал, куда ты едешь. Раз такой направо. Фух. И ты такой. Все. Или подсекают тебя со всех сторон. С правой стороны обгон. С крайней правой полосы видит, что я еду по своей. Он просто может выйти, но ему надо налево повернуть. Он может просто повернуть с крайней правой. В тот момент, когда я хорошенько пру по трассе. Нет, это надо все показывать. Это интереснее, когда это снимаешь, конечно. Это более ярко выглядит. Как экшен какой-то. С словами? Да. Ну, слова будем запикивать. Так, ладно, все. Вечерний Махмутлар. Люди гуляют, наслаждаются. Всем. Отдыхом. Морем, солнцем. У меня такое ощущение, знаешь. Люди приезжают на отдых. Общение, что здесь у них ничего не продается вообще. Для них? Почему? В их странах ничего не продается. Ну, да. Срочно нужны какие-то пострюги, сковородки. Мородки, блин. Федички, плюшечки, чашечки, дочки, говночки. Вообще. О, были тапочки, добавились кроссовки. 44-й. Да. Надо? Дедасы, заметьте. Завтра придешь, тут еще сапоги будут. Еще что-нибудь. Метровая, метровая колбаска и зубы. Да. Приятненько все, да? Казах все на центре стоял. Ух, кончено. Завтра.